Переход от формата печатного издания к электронному нормативно-правовым аспектам. Сразу оговорюсь, я не юрист, но я считаю, что если мы профессионально какую-то деятельность начинаем, вот самый фундамент, ступенька, от которой начинается не любительский уровень, а профессиональный, это знание хотя бы основ нормативно-правовой базы, той, которая регулирует нашу с вами профессиональную деятельность. И поэтому я делюсь с вами тем опытом в ходе своей профессиональной деятельности, как я эти документы искала, выдержки из них и так далее. И сейчас мы все оказались в такой ситуации, когда печатный журнал издавать все дороже и дороже, несмотря на то, что доллар вроде вернулся, сложная логистика, бумага, краска, все это дорожает. И многие, насколько я знаю, из социальных сетей, многие журналы задумываются о переходе от печатной формы к сетевой. Мы занимаемся с 2010 года изданием исключительно сетевых журналов. Сразу оговорюсь до перехода к основной теме, что никаких сложностей с индексацией в международных системах, в перечне ВАГ, в РИНЦе. Мы от того, что у нас сетевая форма, не испытываем. Иногда какие-то легенды ходят о том, что в перечень не берут и так далее. Давно уже все нормативно-правовые вопросы решены, и даже несмотря на то, что мы не обязаны сдавать сетевые журналы, обязательные экземпляры, все это можно сделать, и все эти документы о обязательных экземплярах можно предоставить. Так, что нам говорит нормативно-правовая база? А здесь под нормативно-правовой базой я буду подразумевать ГОСТы, федеральные законы, Гражданский кодекс об авторском праве я брать не буду, то есть ГОСТы, федеральные законы и какие-то приказы отраслевые, в том числе приказы постановления положения высшей аттестационной комиссии или Минобра. Так вот, по нормативно-правовой базе у нас существуют следующие формы издания. Печатная, электронная сетевая, электронная на носителях и печатные издания в электронной форме. На носителях. На каких носителях, нигде не сказано. Это может быть и диск, флешка, дискетка, все что угодно. Но понятно, что на практике, конечно, сейчас, наверное, вот этого электронного на носителей, ну, таких журналов я не встречала, да, уже во многих компьютерах и дисковода, и для дискет никаких нет. Поэтому, конечно, наши основные формы – это печатная и электронная сетевая. Печатные издания в электронной форме, сейчас мы поговорим об этом. Значит, варианты сочетания различных форматов, в которых вы издаетесь. Только печатный журнал, только печатный журнал нужно создавать с нуля. Ну, вы пока почитайте, а я в Телеграме проводила опрос, сколько людей выбрало вот такую форму. Что у нас получилось? Что первый и второй вариант – ноль, таких вообще у нас нет. 45% у них журналов есть печатный журнал и сайт, который просто дублирует весь контент, весь всю необходимую информацию, и 26% издает параллельно и печатную, и сетевую версию, и 36% издает только сетевой журнал. То есть практически половина наших журналов, они работают вот по этому варианту, издают печатный журнал, и у них есть сайт. И для многих сейчас вопрос встает о переходе печатный-прикрываем в сетевой. Вот этот сайт, на котором дублируется весь контент и сам журнал, надо как-то преобразовать в сетевой журнал. Значит, сразу такой ненормативно-правовой философский вопрос – выбрать бумажный или сетевой – это решение каждой редакции. И я считаю, что вы должны выбирать ту форму, которая максимально позволяет вам решить проблемы вашего журнала. Если ваш бумажный журнал эти проблемы решает, оставайтесь на бумаге. Если сетевой вам удобнее и эффективнее, хотя, конечно, у сетевого много преимуществ, и в современном цифровом мире, ну, я как представитель издательства сетевых журналов, конечно, за сетевые журналы, но не говорю, что печатный – это прям вчера каменный век, все устарело, и надо вообще это прикрывать. Выбирает каждый сам для себя. Так, в зависимости от того, как вы можете выполнять функции. Итак, что нам надо сделать для того, чтобы вот наш сайт, который дублирует ваш контент, превратить в журнал полноценный. Первое – вам нужно на него получить отдельное ССН. Получение ССН у нас не регулируется какими-то федеральными законами. Есть ГОСТ о ССН, переведенный, он очень короткий, причем старый. Новая версия вот мне подскажет, может, Игорь Владимирович подробнее, он в ГОСТах лучше разбирается. Но, по-моему, новая версия ГОСТа по ССН не была переведена на русский язык. Регистрация в Роскомнадзоре, о чем вот говорила Маргарита Александровна, то есть Роскомнадзор печатную версию журнала и сетевую регистрирует отдельно. Причем, обратите внимание, что Роскомнадзор регистрирует не журнал, он регистрирует сайт как сетевое издание. Вот так прописано в законе, почему именно так они решили, это, ну, наверное, так им удобнее. Вот. То есть это две основных вещи, которые вам нужно сделать, если ваш сайт полностью дублирует ваш печатный журнал. Получаете электронный ССН, регистрируете в Роскомнадзоре. Но еще раз напоминаю, в Роскомнадзоре вы регистрируете только, если вам нужно в перечень ВАГ. В принципе, нет в законе о СМИ никаких обязательств, при которых вы сетевое свое издание, свой сайт обязаны зарегистрировать как СМИ. Для печатных есть условия, это тираж более тысячи экземпляров, для сетевых нет. То есть это исключительно регистрация в Роскомнадзоре вашего сайта, журнала как СМИ, исключительно дело добровольное. Вот. Никто вас обязать не может. И поэтому, если у вас необходимость попасть в перечень ВАГ не стоит, или для каких-то других целей вам не нужна регистрация в Роскомнадзоре, то вы имеете полное право получить электронный ССН, дальше издавать свой журнал как сетевое издание, и в Роскомнадзоре как СМИ его не регистрировать. Так. Роскомнадзор форма периодического распространения. Как сказано в законе о СМИ. Периодическое печатное издание и сетевое издание. У них вот такие формулировки, и Роскомнадзор просит этих формулировок очень строго придерживаться. И в выходных данных указывать, какое у вас периодическое печатное или сетевое издание. Вот о чем Маргарита Александровна совершенно верно сказала, что на периодическое печатное издание отдельный пакет документов, на сетевое издание свой пакет всех документов, потому что для Роскомнадзора, даже если у вас полностью одинаковое название, это две разные формы, два разных изданий и два разных номера регистрации вас как СМИ. Значит, ну это закон о СМИ, да, вообще вот о чем я говорила в самом начале, закон о СМИ, конечно, нужно его вам хотя бы разок прочитать, познакомиться, потому что если вы зарегистрировали свой журнал как СМИ, это основной и главный закон, по которому вы будете жить и на соответствие положениям которого вас будут проверять. Значит, что нам говорит закон об обязательном экземпляре? В законе об обязательном экземпляре есть понятие печатные издания и электронные издания. Причем в законе об обязательном экземпляре под электронным изданием подразумеваются электронные издания на носителях. Там говорится в законе об обязательном экземпляре о документах, а документы они на материальном носителе. Поэтому сетевые журналы и не обязаны сдавать обязательные экземпляры, потому что в законе об обязательном экземпляре в принципе нет такого понятия, как сетевое электронное издание. Вопрос. Как перейти с печатного на сетевое? Получить сетевую форму СССР, зарегистрировать сетевой журнал в Роскомнадзоре, сообщить во все базы, в которых индексируется журнал о смене СССР. Потому что принципиальный вопрос на самом деле это не регистрация в Роскомнадзоре. Роскомнадзор интересует только ВАГ. Если ваш журнал индексируется в различных базах, а я думаю, что наша геополитическая ситуация когда-то устаканится, и мы вернемся к привычному образу жизни, то, конечно, главное, даже для перечня ВАГ смена СССР очень важна, потому что в перечне ВАГ не указывается ваш номер свидетельства в Роскомнадзоре, в перечне ВАГ указывается ваш СССР. И даже при том, что у вас осталось свое название, но поменялся СССР, вы тоже в перечне ВАГ об этом сообщаете. Вот. И второй вопрос, то есть это одна сторона, что вы свой сайт зарегистрировали везде, где нужно. Второй шаг, сообщили, что вы меняете везде, где хотите СССР, потому что новый СССР у вас. И третий шаг, это ликвидация печатной формы в Роскомнадзоре и в Книжной палате. Окончание не те у меня. Вот. То есть вопросы ликвидации СМИ регистрируются также законом о СМИ. И обязательно, опять продолжу доклад Маргариты Александровны, все учредители должны подписать документ о том, что они хотят ликвидировать СМИ. И, опять же, сложность, если у вас этих учредителей много, даже если связь с ними утеряна, то без их подписи ликвидировать сложно. Но, в принципе, если журнал печатный вы не издаете, Роскомнадзор сам его может ликвидировать через суд. Ну вот, может, Маргарита Александровна подскажет. Я так понимаю, что они не мониторят эту ситуацию. Надо написать, что в Книжной палате они ответили. Да. Вот. То есть, если, да, если вы, например, вам в наследство достался печатный журнал, там какие-то столетние давности учредители, физлицы его учредили, и уже вы не знаете, никаких контактов нет, вы можете так, ну, настучать в Роскомнадзор, не издавать какое-то время, там год, и написать, сказать, ой, а вы знаете, а вот печатный журнал, он почему-то не выходит, давайте мы его ликвидируем. И Роскомнадзор, по вашему доносу на этот журнал, печатное ваше издание ликвидирует. Вот. Но, в принципе, если вдруг они узнают, получат информацию, что печатный... Год, по-моему, да, Маргарита Александровна? Да, если печатное издание год не выходит, вы не сдаёте обязательные экземпляры, нет у вас выпусков, то вы уже можете, имеете полное право ликвидировать, даже если у вас связь с учредителями утеряна. Какие ГОСТы, да, вот, значит, перечисляем, какие нам законы нужны. Закон о СМИ, закон об обязательном экземпляре в вашей папочке законы, и какие ГОСТы. ГОСТ, издание, основные виды, термины и определения, вот то, что я в самом начале, да, дала, какие формы журналов существуют, это всё, конечно, более подробно прописано в ГОСТах. Ну, а на ГОСТах я останавливаться не буду. ГОСТ 7.0.60.20.20 должен быть в вашей папочке, где все эти понятия прописаны. Вот, и не путайте, на чём вот хотела бы я остановиться, не путайте вот именно печатное издание в электронной форме, когда это электронная копия. Пока у вас нет выходных данных, ССН и так далее, и вы свой сайт не позиционируете как отдельный журнал, это у вас просто копия вашего печатного журнала. Вот. Вот об этом нам более нигде особо в законах об этом не говорится, о том, что такое электронная копия печатного журнала, об этом нам говорит только ГОСТ. И ещё один ГОСТ 7.083.2013 года, электронные издания, основные виды и выходные сведения, виды электронных изданий. В этом ГОСТе очень много разных видов, по технологии распределения, по новизне, по тиражу и так далее. То есть там очень подробная классификация этих видов электронных изданий. И закон о средствах массовой информации. Вот как раз статья 2, средства массовой информации, основные понятия, где нам и говорится о том, какой журнал как называется. Периодическое печатное издание и сетевое издание. Ещё раз повторяю, понятия электронные издания на носителях в законе о СМИ нет. Есть. А вот в законе об обязательном экземпляре нет понятия сетевое электронное издание. То есть вот такое у нас в законодательстве, к сожалению, получается интересная перетрубация. Вот, забыл уже, что у меня есть и из обязательного экземпляра. Вот, закон об обязательном экземпляре – это статья 1, тоже основные понятия, где расписывается, какой журнал как называется. И как вы видите здесь документ – это материальный носитель. И пока никаких предпосылок о том, что внесут какие-то изменения в обязательном экземпляре, об обязательном экземпляре нет. Но может Галина Петровна придёт, нам расскажет. Так, всё, коллеги.